Меня зовут Инна, и я начинаю свой блог о моей иммиграции, моей и моей семьи в Канаду. Дело в том, что приехали мы сюда совсем недавно, 5 месяцев назад, уже такая довольно-таки круглая дата, и мне хочется поделиться информацией, которую получаю я. Этот блог будет раз в месяц, возможно, чаще, если у меня будет что сказать, так сказать, моим слушателям, или будут какие-то большие впечатления, 25 по 1 число в этом интервале, то есть в течение этих 5-6 дней, грубо говоря, в зависимости от месяца, вы будете получать от меня ссылку для тех, кто подписан. А для тех, кто не подписан и просто нашел меня, так сказать, в нете, милости просим, буду рада, если будете оставлять какие-то свои записи, небольшие вопросы или комментарии. Как видите, сейчас я в очках, на самом деле я ношу очки, поэтому будете меня видеть часто в очках, иногда без очков, так сказать, очки отсвечивают дневной свет и окна, напротив которых я сижу в моем салоне, в моей комнате. Я хотела бы сейчас немного рассказать о тех 5 месяцев, которые уже у нас прошли, которые уже позади нас, и, в общем-то, что мы ощущаем на этом этапе. То есть первый месяц, как правило, как, думаю, в любой стране, и это совершенно понятно и естественно, что первый месяц это в основном, так сказать, нужно заявить о себе. В каком плане заявить о себе? Конечно, не стать звездой мирового масштаба, но имеется в виду, так сказать, записаться во всех организациях, то есть оформить СИН-карточки, да, то есть как по типу нашего Тауда Адзеута, здесь местного страхового такого номера, который с нами останется на всю жизнь здесь, в Министерстве внутренних дел, записать, сделать страховку ежемесячную, медицинскую, оформить, так сказать, вставить тоже на оформление этих бумаг. Это тоже карточка своеобразной такой ID, которую вы получаете, благодаря которому вам положено получать бесплатное медицинское обслуживание. Это по типу нашего Купад Холим, но это не совсем, можно сравнить, это не совсем идентично, это похоже, и в то же время очень по-разному здесь проходит. Вот, и также, допустим, у кого есть права, начать процесс с правами. Что я имею в виду начать? Первое, что меня удивило в Канаде, это то, что всего нужно ждать, и для того, чтобы назначить очередь на встречу в, так сказать, в Министерстве транспорта, нужно было нам ждать с мужем практически полтора месяца, только лишь для первой встречи. На первой встрече для тех, допустим, кто уже на Акватик, он может сразу, так сказать, пойти и в тот же день сделать теорию. Для тех, кто я, у меня была немножечко другая ситуация, я была на Эгид Хадаша из Израиля, то есть я буквально сделала права за 3-4 месяца до отъезда в Канаду, и для меня было важно прийти на эту встречу, чтобы мне сказали, должна ли я брать здесь курс, который, так сказать, готовит тебя к теории или нет, потому что здесь этот курс, в принципе, обязательный. В Израиле мы можем пойти сами прочитать книги, позаниматься по симулятору в интернете, и можно пойти на экзамен и успешно его сдать. Здесь это не работает. Так прошел первый месяц. Как правило, второй месяц люди, кто может себе позволить, больше занимаются отдыхом, немножечко смотрят в Монреале, все-таки то место, куда они приехали. Многие люди сразу, к сожалению, должны начать работать. И часто из профессий, на которых нету большого спроса и требуется очень долго искать работу, и это не всегда является простым этапом в жизни эмигрантов новых. И мы наверняка, те, кто уже прошел одну эмиграцию в Израиле, знают, что такое быть без работы. Поэтому, ребята, копите деньги, копите деньги каждую копейку. Каждую копейку, это лично моя рекомендация из личного опыта. Копите на всем, в чем возможно. Меньше говорите по телефону, отключите квалим, кушайте дешевле хлеб, покупайте молоко в пакетах. То есть, если мы начнем спускаться к самым элементарным вещам, на всем, в чем возможно, сэкономьте, экономьте. Потому что, поверьте, когда вы приедете сюда, и вы захотите либо отдохнуть немножко вначале, или у вас будут какие-то сложности и трудности в нахождении работы, это не бывает у всех. Есть ребята, которые очень быстро себя находят. Но, если такое произойдет, будьте готовы к этому, пусть у вас будет запас. Пусть будет запас. Потому что здесь все-таки 10 долларов для людей, в ихнем понимании, это как для нас 10 шекелей. В принципе, вот это вот я вам в прямом смысле этого слова говорю. Но когда ты приходишь и здесь должен выложить 10 долларов, то это не выложить 10 шекелей. Когда ты видишь, что здесь и здесь, и здесь, и здесь, а на первых этапах мы все знаем, что нам нужно буквально все от а до я, то понимаешь. Поэтому на втором месяце примерно я поняла, что как хорошо, что мы экономили деньги, и это могло нам позволить, так сказать, спокойно продолжать жить и отдыхать немножечко, и не быть влахатцем. Третий месяц начался уже более так для нас трудоемко. Мой муж нашел работу, и все как-то закрутилось и завертелось. Ребенок сначала у нас пошел в садик, потом я его оттуда забрала, потому что это был садик такой типа мишпахтон, в котором, к сожалению, здесь в Канаде не относятся как к садику, как к мисс Геррет, в которой ребенок должен получать образование или вообще учиться чему-либо. Здесь относятся к мишпахтону как к бэбиситтеру. Воспитательница она как бэбиситтер, которая смотрит за несколькими детьми. Нет никакого разделения возрастов. То есть все дети могут быть от двухмесячных детей до пятилетних детей, все вместе в одном, так сказать, на одном пространстве находиться. Самое главное для воспитательницы, чтобы ребенок был покормленный, не отписанный и чтобы родитель вовремя его забрал. То есть в принципе просто у вас такая сиделка, вы нанимаете. Обычно это стоит от 25 до 35 долларов в день, в зависимости от садика, в зависимости от местонахождения этого садика на всем острове Монреаль. В общем, одним словом, ребенок походил немножечко в такой садик, и когда супруг начал работать, и как-то я не была сильно ничем обремлена, я решила его забрать домой. И тут мы начали, так сказать, с поисками квартиры, потому что наше временное жилье 3 месяца истекли, истекали, и мы понимали, что нужно очень быстро-быстро-быстро найти что-то новенькое, что-то на длительный период, и чтобы это было, так сказать, без лахаться, но бы так хотелось им найти квартиру и быстренько в нее ехать, а потом находить все вот эти вот, как обычно, труба течет, там, не знаю, комфорка не работает. В общем, все истории, которые мы прекрасно знаем из Израиля, и которые, к сожалению, встречаются с нами, даже несмотря на весь наш опыт, который мы получаем в жизни. Поэтому это мой такой вот совет, тоже немножечко начинать заранее, хотя квартира здесь есть круглый год и всегда можно найти, главное, чтобы всегда это было время это сделать. Мы нашли, к счастью, нашу квартиру, ту, в которой мы живем сегодня, я ей очень довольна, важно разделять между деревянными полами и бетонными полами. И на сегодняшний момент мы записали ребенка в садик, он у нас пошел в еврейский садик от еврейской организации, они нам помогли здесь очень, омец, я, кстати, да, хочу прорекламировать их, что они нам помогли очень на первых этапах, поддержали нас и в моральном плане, и материально они не помогают, но помощь разными пайками, мелкими всякими подарочками на праздники, всякими направлениями в разные организации, они очень-очень помогли нам на первом этапе нашей жизни, и дали нам, ну, так сказать, очень правильное начало, очень правильные рекомендации, там сидят люди, которые действительно могут отдельные советы и очень помочь в первое время. Пришло время говорить до свидания, я надеюсь, что смогла дать какую-то начальную информацию, которая вас заинтересовала, и вы будете продолжать с удовольствием смотреть и слушать мои мини-выпуски новостей. Пока что желаю всем удачного окончания лета, хорошего начала осени, если у вас есть вопросы, какие-то рекомендации, как я и сказала вначале, можете оставлять посты к этому видео, или слать личный мейл на адрес, который вы видите сейчас на своем экране. Буду рада всем. Всего хорошего, пока, пока.